Обсудим события нашей Орды. Галкина отменили в Казахстане. Причем тут фигуристка Татьяна Навка. На языковых патрульных в городе Ридер завели уголовное дело. Армения арестует Путина, если поймает. А Казахстан ведет свой список лиц, враждебных нашей стране. Как новенькие, Акимат Алматы, сгоревший во время Кантара, показали журналистам, ремонт обошелся в 17 миллиардов тенге. Дамбрань и Харам, говорят депутаты Мажелисы, требуют искать следы старого Казахстана в ваххабизации страны. Президент на съезде учителей высказал впервые свое мнение о хиджабах. В школе им не место. Аудиторию в Казну назвали именем Токаева. Не Косым Жомарта, но мы все равно волнуемся. Поехали, но сначала поставьте лайк под этим видео. Вам не трудно, а нам польза. Все вы, вероятно, в курсе скандала с гастролями знаменитого артиста Максима Галкина. Давайте вспомним, как он развивался. У меня есть проблемы с проведением концертов. Это, как ни странно, Казахстан. Причем на государственном уровне всячески препятствует проведению моих концертов в Астане и Алмате. В августе артист сделал видеообращение. Ему отказали в концертных площадках. Тогда Управление культуры Астаны пояснило, что просто рекомендовало перенести концерт на другие числа, поскольку день учителя. В итоге концерты должны были состояться 8 октября в Астане и 9 в Алматы. Площадки арендовали, гонорар заплатили, билеты продавались, как свежие пирожки, из чего можно сделать вывод, что власти не собирались мешать. Более того, в августе прошел концерт «Земфиры», на котором публика скандировала «Нет войне» и ничего. Но за неделю до концертов Галкина сразу две концертные площадки в Алматы и Астане все-таки заявили, что не могут его принять. А также казахстанских артистов, которые попадали на ближайшие даты, скорее всего, они просто попали. Попали. Официальная причина – ремонт водопровода. В Астане в Алматы служба ЧС заявила, что там сцена в аварийном состоянии. Ордак КЗ попросила у спасателей документы, но нам не дали. Уж надо так подвязаться. Конечно, если послушать всех этих пропагандистов, получается картина такая. Украина была нашпигована натовскими базами, где неонацисты, геи, террористы, лесбиянки, каннибалы в перерывах между обогащением урана скрещивали коронавирус с обезьянкой козлой, нашпиговывали, нафаршировывали этой смесью боевых туток, планируя нападение на Беларусь с четырех сторон. Разумеется, никто не поверил версию аварии и ремонтов. Разумеется, это был включен административный ресурс. Другой вопрос, зачем? Ведь Галкин не призывает к свержению государственного строя, не разжигает ненависть, он всего лишь шутит. Так почему мы дожились до того, что отменяем юмористов? До этого были камызяки, напомню. Тут-то и зарыта собака. Оставался ли выбор у казахстанских властей после отмены концертов тех, кто лоялен Путину? Это выбор на минуточку между отношениями с Россией и концертом хорошего артиста Галкина. Не будь предыдущих отмен Камызяков, Навки, Лепса, Гагариной, вопрос с Галкиным не стоял бы ребром, он бы выступил и уехал, как Земфира, Би-2 и другие. Процесс цензуры запустило самообщество. Вот в чем беда. Свобода не бывает выборочной, только для себя, для тех, кого мы считаем правильными. Если вы отбираете у кого-то свободу, неизбежно получаете бумерангом по лбу. Вчера вы лишили кого-то удовольствия посмеяться над камызяками, а сегодня уже вас лишили права смеяться над Галкиным. И хорошо в данном случае никто не смеется. Последних тут не бывает. Лишение друг друга прав, свобод, слова – процесс бесконечный. Почитайте историю религиозных войн, а споры за артистов – они, по сути, религиозные. В позиции же властей, которую все винят, есть две стороны медали – она ответственна и виновна в происходящем балагане с концертами, хотя бы потому, что она власть, причем авторитарная, централизованная. Те, кто приглашал камызяков, объясняли свое решение отменить концерты еще и угрозами в свой адрес. А угрозы уголовно наказуемы. Полиция должна была расследовать. С другой стороны, Галкин случился не просто после отмены камызяков, что гораздо серьезнее после отмененного шоу фигуристки олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Это жена влиятельного российского функционера, пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Могли задеть уже личные чувства. А лично это всегда непредсказуемо. Посмотрите, что случилось. Казахстан нанес личную обиду не последнему человеку в российской иерархии, отменив концерт его супруги. Из-за чего? Ради чего? Ведь в Москве не поверят, что это продюсер сам так решил, испугался, даже если это так. Концерты Галкина в таком контексте выглядели бы как демонстративное пренебрежение. Какая-то позиция. Знаете, сколько больших войн, трагедий миллионов, в истории отдельных народов и всего человечества начинались с мелочей. Казахстан не ведет список неугодных артистов. Тех, кто поддерживает Путина, тех, кто против. И это правильно. Это не наша война, и мы никому ничем не обязаны. Мы не обязаны подвергать опасности благополучия своей родины и само существование из-за кого-то. Но Казахстан ведет список нежелательных лиц, которые негативно высказываются о Казахстане. Им запрещен въезд в страну. Об этом заявил на брифинге 2 октября официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияра. Мы правильно понимаем, что с периода начала войны Казахстанский МИД не ведет никакого реестра, скажем, у граждан, кто в негативном, скажем так, ключе отзывался в отношении Казахстана и проводил какие-то параллели между нами и Украиной? Естественно, мы этот список ведем, но это рабочий список, и мы его разношать не будем. О том, как сложно устроен мир, как трудно выживать, особенно небольшим государством. О том, что каждый за себя можно судить по такому вот клубку взаимоотношений недавних. Давайте вот. Парламент Армении ратифицировал римский статут о международном уголовном суде. Теперь, если Путин, президент России, прилетит в Ереван, то армянские власти должны будут его арестовать. Подписались? Отвечайте. Почему это произошло? Почему Армения ратифицировала этот статут? Ну, мы точно не знаем почему, но по времени это совпадает с событиями в Нагорном Карабахе. Почему Азербайджан уже полностью, скажем так, победил, оно так и есть, в Нагорном Карабахе? Непризнанная республика перестала существовать, в том числе потому, что Россия перестала поддерживать Армению после начала войны в Украине. Почему Россия перестала поддерживать Армению, хотя делала это с 90-х годов, что было ей выгодно. Не потому, что она любила так Армению, ей это было выгодно, а теперь нет, потому что для нее более важны приоритетные отношения с Азербайджаном и Турцией. А что в приоритете у Украины? Недавно президент Украины и президент Армении встречались в Европе, там, на полях одного саммита, какой-то конференции, и везде в мире вот разошлись фотографии двух президентов, как они о чем-то говорят, хотя непонятно о чем, но беседа дружеская. А после этой встречи президент Украины Зеленский вот буквально на днях поговорил по телефону с президентом уже Азербайджана и выразил ему приверженность своей страны принципу территориальной целостности. Переводя на такой человеческий язык, Украина говорит, что вы все сделали правильно, Нагорный Карабах перестал существовать. Ну да, и это понятно, потому что Зеленский стоит в такой же ситуации по отношению в проекции к Крыму. Принцип территориальной целостности очень важен и для него, и для Казахстана, и для Азербайджана. Нагорный Карабах перестал существовать, но также для Украины более приоритетные отношения не с Арменией, а с Азербайджаном, и не столько с Азербайджаном, сколько с Турцией. То есть, понимаете, никто не думает про Армению, никто не думает про армян, которые тысячи там, да, сотни тысяч армян в Нагорном Карабахе. Потому что у каждой страны свои интересы, и каждый отстаивает свое. Имейте также в виду, что сегодня есть мощная сила, которая рада использовать все, что вредит Казахстану. Любой кипиш, любую беду, раскол, будь то концерты артистов или хиджабы. Есть такие люди, которым все равно и до страны, и до родной мамы. Потеряв незаконные привилегии, они теперь кричат «Деракарис» и хотят сжечь все. Если без нас, то гори все синим пламенем. Вот их идеология. На неделе депутаты парламента, наконец, обратили внимание на проблему стремительной хиджабизации всей страны и подогрева радикальных религиозных настроений. После Заитова высказались на эту тему и даже написали депутатские запросы Ирнурад Бапи и Нурторежису. Депутаты заявили, что нужно внести изменения в закон о религии от 2011 года. При этом Бапи прямо заявил, за этим стоит старый Казахстан. А власти как будто не замечают стремительную радикализацию общества всей страны. В Казахстане расцветают чуждые казахам течения ислама. Они бросают вызов государственным светским ценностям и нашей родной Дамре. Есть опасения, что радикальная религиозная тенденция приобретает политический характер. Нетрадиционные религиозные группы, пользуясь недостаточной религиозной образованностью народа, стараются привить нам ложные духовные ценности и чужие традиции. В этой связи последние нападки на личное мнение депутата Рената Заитова подчеркивают актуальность такой политической угрозы. Мы, депутаты, не можем спокойно смотреть на эти действия, направленные на разрушение общества на основе арабо-ваххабистской религиозной позиции. Мы не позволим Дамбре стать харамом. Эти действия следует понимать как нападение на национальные ценности и духовную основу страны. Старый Казахстан продолжает нести эту угрозу. Старый режим, включающий в себя некоторую часть населения, пропагандирующую идеи ваххабизма, угрожающего казахскому национальному развитию, хотел сохранить свою власть как можно дольше, разделив страну на социальные группы. Сегодня тот же Старый Казахстан намерен растоптать новый Казахстан через религиозную идеологию, чуждую казахским национальным традициям. Чему это приводит, мы увидели во время январских событий. Не секрет, что в самой государственной власти есть высокопоставленные служащие, которые поддерживают пропаганду ваххабизма и чуждых течений. Если это не просто слухи, а реальная ситуация, то наша государственность находится под угрозой. Затем, 6 октября, уже президент Токаев на съезде учителей впервые высказался по этому вопросу быть или не быть хиджабу в школе, а также на масхане и другим религиозным атрибутам. Раньше власти избегали эту тему, старались не говорить, ведь велик риск потерять часть электората. Но, как точно сформулировала Юлия Латынина, политик отличается от государственного деятеля тем, что политик действует так, чтобы понравиться массам, а государственный деятель действует так, как велят стратегические интересы общества. Пора бы и нашим политикам думать не про то, как нравится массам, а про государственные интересы. Согласно Конституции, Казахстан – светское государство. Этот принцип должен строго соблюдаться во всех сферах, в том числе и в образовательной. Нужно всегда помнить, что школа – это прежде всего образовательное заведение, куда дети приходят получать знания. Тогда как религиозные убеждения – это выборы и частное дело каждого гражданина. Свобода вероисповедания в нашей стране гарантируется законом. Думаю, будет правильным, если ребенок сделает свой выбор, когда уже подрастет, и у него сформируется собственное мировоззрение. Самое главное – воспитать поколение, обладающее открытым мировоззрением, ясным сознанием, верное традициям. Содержание слова «светскость» очень глубокое. Говоря о мировоззрении нашего народа, можно охарактеризовать светскость как прагматизм, приверженность здоровому образу жизни, почитание нашей традиционной религии, сохранение национального сознания. На одном сайте я увидела такой заголовок этим словам, то Каев поставил точку в вопросе. Увы, нет, было бы здорово, коли так. Но точку в таком сложном вопросе так просто не поставишь. Ни усилиями президента, ни имама, ни депутатов, ни всех авторитетов вместе взятых. Потому что все очень сложно. Что отнюдь не означает, что этот вопрос надо забросить и пустить на самотек. Возвращаясь к словам Бапи про старый Казахстан, надо заметить, что и до Хантара не было секретом, что Кайрат Сатыбалды очень, скажем так, радикально религиозен и приверженец нетрадиционного для казахов течения. Это не было доказано судом или независимым журналистским расследованием. Но если собрать все свидетельства и мнения, то приходишь к пониманию, именно он контролировал всех радикалов. И разговоры про тренировочные лагеря бородатых людей в горах отнюдь не слух. И вдруг я приезжаю через сколько-то лет, говорят, частная территория. Я так поглядываю через слухбал, а там действительно какие-то такие доменьки, перестроенные казармы, и там вертолетная площадка, там еще какое-то большое какое-то здание, то ли частный дом. Я говорю, а чье это вообще? И он мне шепотом. А, и там ходит пацан майский, ну местный. Он меня узнал, Джанат. Я говорю, а Джанат Бергиль, этот такой служивый, прям такой угрюмый, не разговаривает. Я говорю, а ты че такое? Я по-свойски говорю, а ты че? Он говорит, Назарбаевский. Кто? Кайран, Кайран. Я говорю, а че тут такое? Он говорит, вот, это вот что-то такое, полевой лагерь, не знаю, военизированное какое-то. А после Кантара стало происходить то, чего не было раньше. В ТикТоке, Ютубе, Инстаграме открылось множество каналов, которые начали пропагандировать радикальное религиозное поведение, образ жизни, фундаментальные течения. Их ведут мужчины, женщины в никабах, хиджабах, которые говорят, что вот надо так, это правильно, это должны делать мусульмане. Дети размещают видео, как они молятся в подвалах школ, потому что нет намасханы и намасхана, поэтому должна быть открыта. Вы найдете множество таких роликов в ТикТоке. Это самая настоящая информационная атака на казахстанцев. Такое не происходит стихийно, само собой. Всем этим управляет рука за ширмой, цель которой не жизнь по Корану. И дело нет до религии. Дело есть только до раскола, хаоса, всеобщего шиздеца. Однажды в Ридере три блогера, три джигита, три богатыря Диас Кузаир, Адильжан Абдугали и Адиль Юсупов приехали в городок в Восточно-Казахстанской области специально, чтобы проверить, как тамощные чиновники говорят на казахском. Скажем прямо, не говорят от слова совсем, по крайней мере, те, кто попался под горячую руку языкового патруля. Хотя несчастные, судя по их виду, напуганные чиновницы, городка со славянским большинством, 70%, не смогли ответить ни на один вопрос блогеров. Да, мы обучаемся всем, кто у нас свободен, методисты, русские личные, мы обучаемся. Сейчас мы начинаем с 1 октября научение заново в центре закон. А вам не кажется, что вот по совести вам просто надо освободить эту должность и передать, допустим, ей, если она знает? Не думали об этом? Просто по совести. Или ей, наверное. Сейчас казах талиблец вы? Да, это нереально. Сейчас блец вы, казах талиблец? Да. Смотрите, мне, казах талиблец. Ей-ка, отдам, отдам мне. Казах талиблец. На-ка себе, мне. Вы можете отдать им эту должность? Вы же недостойны занимать эту должность, я считаю. Затем появилась информация, что в отношении троих мужчин завели уголовное дело по заявлению женщин. А в четверг, 5 октября, поздно вечером на YouTube-канале Кузаирова появилось видеообращение к общественности и госслужащим города Рида. Возможно, женщины, увидев трех здоровых мужчин с видеокамерами, растерялись и поэтому на эмоциях обратились в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело. Ради довольствия Всевышнего Творца и чтобы доказать ему, что у меня нет высокомерия и гордыни, и для того, чтобы наступил мир и покой для нас всех, а также, чтобы не позволить нехорошим людям внести раскол в наш народ, я хочу урегулировать данную ситуацию. Хочу принести извинения сотрудникам государственных органов за принесенные неудобства и отвлечение их от работы. Видео записано вечером, Кузаиров в машине, на свободе. Можно предположить, что уголовное дело, заведенное после языкового патруля, закрыто за примирением сторон. И слава богу, потому что на самом деле вот эти вот блогеры, эти скандалы, это как буря в стакане воды. Самое главное, это основа. Блогеры приехали не на пустое место. В Ридере мы поговорили и с представителями, скажем так, славянского населения, и с представителями казахского населения. Нам не согласились сказать это на открытую камеру, но все признают, в городе есть межнациональное напряжение. Вот это проблема. И с этим надо работать. Вообще, межнациональное отношение – это дорога обоюдная в оба конца, она не должна быть в одну сторону. Все должны проявлять, да, как у нас говорят там, понимание, но и власти должны вести такую ювелирную работу. Давайте разберем ситуацию. Трое блогеров, безработных мужчин, как мы выяснили, нагрянули в акимат на фоне разговоров про закрытие единственной казахской школы в Ридере. Ридер – это второй крупный город Восточно-Казахстанской области. 73% тут славянского населения. 16 русских школ, 4 смешанные из них, одна казахская. В городке около 7 тысяч учеников, в среднем в каждой школе учатся от 300 до 1200 человек. Многие школы небольшие, нередко переполненные, как повсюду в Казахстане, но есть такие, где все нормально. И вот из 16 школ закрывается единственная казахская школа Шанерак. Почему? Она в ужасном состоянии. Потолки и стены полуразрушены. Один корпус 1936 года постройки. Здание 15 лет считается аварийным, но дети продолжали там учиться. Дети единственной казахской школы. Ученики и педагоги Шанерака в городе Ридере сейчас временно учатся и работают в средней школе номер 11. Туда казахскую гимназию переселили перед самым учебным годом. Здание новой 11 школы построили еще в прошлом году в рамках проекта «Комфортная школа». Она должна была разгрузить учебные заведения близ лежащих районов. Но при максимуме 600 человек, сейчас здесь обучаются почти 900 детей в две смены. Мест для учебных классов не хватает. Уроки проводят даже в учительских. Меж тем, управление образования ВКУ уверяет, школу Шанерак в центре города не закроют. Дети вернутся в стены родной школы после ремонта. Правда, сколько он будет длиться, неизвестно. Сами чиновники честно отвечают, по срокам ремонта пока ничего определенного сказать не можем. При этом справедливо возникает вопрос, почему его не провели во время летних каникул. У Шанерака два здания. В одном учились дети начальных классов, в другом ребята из среднего и старшего звена. И не там и не там ремонт пока не начался. Хотя уже почти 50 миллионов тенге было выделено школе в этом году на починку спортзала, снос пристройки, облагораживание территории. В общем и в целом, старые школы, требующие ремонта, переполненность в учебных заведениях – одна из самых больших проблем Ридера. У нас в Ридере 16 школ. У меня есть данные по 3-й и 14-й школе, которые расположены в микрорайонах, ближайших к новой 11-й школе, с которой вот как раз возникла эта история с объединением под ее крышей школы Шанерак. Вот эти школы учатся в две смены, они переполнены. Школа номер 14 со смешанным языком обучения. При проектной мощности 693 учащихся, в ней обучается 961 ученик. В школе номер 3 с русским языком обучения вместо 770 учеников обучается 1045. То есть вы понимаете, да, каждая из этих школ переполнена, они обучаются в две смены. И когда вот открывалась новая школа, единственная новая школа за 30 с лишним лет независимости. Понимаете, да, вот из-за чего произошла эта вся проблема? Потому что Ридеру просто не хватает новых школ. Вообще во многих районах не хватает школ. Современные новые школы нужны не только Шанераку, они вообще нужны всем. Вот сейчас в разгар учебного года проходят ремонты там по отопительной системе в 16-17 школе. Из-за этого даже пришлось там частично переселить учеников. То есть это такая ситуация сложная, когда все-таки власти должны посмотреть на эту всю историю и строить не одну школу, а гораздо больше, потому что учащиеся очень нуждаются. Вот вы говорите о переполненности школ. А вы не слышали о таком, что школы, наоборот, там где-то недокомплектованы? То есть мы там... Все-таки 16-й школ на город с 50-тысячным населением. Вот так, если на побывательские смотрите, буквально залезть в Википедию, посмотрю, 50 тысяч. И 7 тысяч учеников, и 16 школ. Все-таки получается, ну, по логике должно хватать. Нет ли, наоборот, обратной тенденции? Может быть, вы слышали, где в какой-то школе, что просто там недокомплект? Я знаю, что не все абсолютно школы переполнены. Я вам привела конкретный пример конкретных, допустим, микрорайонов. Некоторые школы, да, есть так, что у них там, в принципе, ситуация нормальная. Нет такой переполненности, скучности и так далее. Это в основном зависит, скорее всего, от расположения этих школ и как вокруг расположено население, кто туда стекается, контингент учащихся. То есть, конечно, нельзя сказать однозначно, но переполненность школ для ридера – это актуальная проблема. Об этом знают все и власти, и города, и области в том числе. Блин, как такое возможно? Если у вас нет сердца, то мозги быть обязаны. За 15 лет вы не могли построить для учеников казахской школы новое здание? Или переселить их в одну из русских школ, а какие-нибудь две русские школы смешать, соединить? Тут есть, насколько я понимаю, насколько я вот говорила, еще есть недостаток политической воли местных властей, вот чтобы смешать две русские школы, переселить там казахскую, потому что те школы, которые стоят вот на базе еще советских времен, там даже бывает недокомплект. Но закрыть – это уже политический вопрос. Это начинаются разговоры в России про ущемление. Но надо действовать, надо никого не ущемлять, всем давать равные возможности, но работать, а не прятать голову в песок. Потому что, когда прячешь голову в песок, то происходит, ну, простите, вот такое напряжение было на востоке Украины, в Донбассе, Донецке, Луганске. Почему там многие местные люди поддержали оккупацию, поддержали российские войска? Что касается непосредственно языковых патрулей в отрыве от всего, вот чистая ситуация, то не буду скрывать своего отношения. Это подлость, это по-человечески подло. Хороший, порядочный, добрый человек никогда не будет принимать участие в таких мероприятиях, никогда. Супергерои, Человек-паук, Бэтмен, Супермен не будет. А вот их антагонисты запросто, в первых рядах. Герои Ремарка и Хемингуэя не будут, зато их антагонисты с радостью. Это наивный маркер, но очень верный, если ты хочешь следить за гигиеной своей души. Вы можете представить своего любимого героя в такой роли или нет? В мире есть вещи черные и белые, без полутонов. Полутонов. И черное всегда остается черным, какими бы мотивами не прикрывалось. В языковых патрулях отвратительна сама картинка. Каждый раз мы видим, как храбрые, мужественные джигиты грубо наезжают и унижают пожилых, беззащитных перед ними женщин. Языковые патрули – это провокация и дискриминация личности по расовому признаку, вызывающая единственно возможную историческую аналогию. Будь проблема в акимате города Ридер с казахским языком реальной, мы увидели бы на видео местного жителя. Агашку, Апашку, которым реально что-то нужно, а их не принимают, не обслуживают, потому что не понимают. Тогда, правда, была бы на их стороне, и мы первые бы туда помчались, но такого видео нет. Значит, нет такой ситуации, нет такой проблемы. Однажды в Ридере, в Ридере на ТЭЦ нет топлива, на предстоящий отопительный сезон. В квартирах горожан, и тех, кто говорит на казахском, и тех, кто говорит на русском, холодно. Батареи там не разбирают. Горожане жалуются, что нет тепла и горячей воды, а синоптики обещают заморозки в ближайшие дни, которые опять-таки будут одинаковы для всех. Когда в город приехал вице-премьер Роман Скляр, власти обещали, что к 1 октябрю запустят два котла-агрегатора на ТЭЦ. Но дело не только в ремонте, который еще продолжается на теплоцентрале, а в том, что на станции нет запаса угля и мазута. Топливо осталось на несколько дней всего, и это на севере, в нашей Сибири, в начале отопительного сезона. С отоплением ТЭЦ и всем тепломагистралями этой зимой опять будет беда, судя по происходящему. Снег не выпал, а то там, то здесь уже лопается, взрывается, кипит. В Тимиртау не успел начаться отопительный сезон, а уже зафиксированы десятки случаев порывов теплосетей. За одну ночь на этой неделе произошло 10 аварий, город оказался в пару. Чиновники, несмотря на очевидное видео, которое разлетелось по интернету, твердят, все хорошо, все хорошо, прекрасная маркиза. В Алматы с гордостью показали городу отремонтированное здание Акимата. Сгоревшее здание алматинского Акимата стало одним из символов Хантара. Сразу после январских событий казалось, что его проще снести, так же как соседнюю резиденцию президента, но решили строить. Работа началась прошлой весной, продолжалась полтора года. Большая часть ремонта наконец-то завершена. На восстановление здания площадью 3,3 тысячи квадратных метров, в котором заседало еще правительство Казахской ССР, ушло 17 миллиардов тенге. Сначала говорили про 10-12 миллиардов, но потом сумма выросла. Амирзан Абиев, владелец компании «Подрядный», которая делала, осуществляла этот жирный заказ от «Рекстрой», говорит, что подорожание произошло из-за неверной оценки ущерба. Например, перекрытия, которые казались целыми, были повреждены настолько, что в отдельных местах просели на 10 сантиметров. Там пришлось менять арматуру, и таких вот моментов было много. Но кто у нас на Биев? Депутат Маслихата. Раз. Два. Был ли конкурс, тендер на этот заказ? Нет. Вот это важный момент. Это символ Кантара. Акимат сгорел. За что там вышли многие люди? Там были деструктивные силы, там были третьи силы. Это был заговор, но многие люди вышли за то, чтобы все тендеры у нас были по конкурсу, вот в том числе, чтобы все было на конкурентной равной основе. И вот вы этот символ Кантара ремонтируете без конкурса, предоставляя кому-то такое право. Зачем? Сгоревший Акимат стал символом Кантара, но и загадкой тоже. Потому что непонятно было специалистам, как оно могло сгореть на 80%, ведь оно сделано из бетона. Такое здание, чтобы заполыхало с такой силой, его нужно просто все залить бензином. Протестующие этого не делали. Не было среди них людей с баклажками, с горючим, не было поджигателей. Все в один голос говорят, что даже если входили, вошли в здание, то побегов там, ушли. Нет ни одного свидетельства против протестующих, что кто-то из них совершил поджог. Если бы были, хоть пару человек нашли бы по видеокамерам, показаниям свидетелей. Да и делают такое открыто, демонстративно, ведь протест всегда демонстративен. Но ничего этого, ни показания, ни видео, ни намерения нет. Потому что здание намеренно поджег кто-то другой. Совсем не протестующий, мирный. А как получилось, что здание Акимата, здание резиденции президента, бетонные, там бетон 500 марки не меньше был, наверное, там это же объекты супер были, строили. Они вот по 5, по 10 этажей горели. Бетон горел. Это же не канистра, вот одна канистра или три канистра бросили. Все же, вы же видите, все этажи горели. Это кто подвозил и что подвозил? Это какая мощь? Объясните, кто это поджигал, что здание одновременно, огромное здание, вот Акимата, П-образное, все горело одновременно. И там резиденция. И бетон горел. Что даже вот надо ломать и там уже парк делать. То есть не подлежит восстановлению. Это вот какие огнеопасные там вещества заставляли, то есть керосином не будет же бетонное здание гореть. Ну не может протесты, протестующие, даже которые уже разъярены и стали толпой неуправляемой, идти вдруг в аэропорт куда-то чего-то, заходить в Акиматы, сжигать там все. Это, ну, я в это не верю. Пятого января, прямо перед Акиматом, чуть не убили Жамбулата, моего супруга. И, как мы потом понимаем, задумка была убить Жамбулата внутри Акимата. Потому что четвертого мы, как и все, были на мирном митинге, который газом разогнали. И пятого Жамбулату позвонили, что на площади очень много людей. И когда мы пятого уже подъехали, Акимат горел. И, соответственно, когда мы поднимались, посмотреть, что там происходит, те, кто занимался поджогом Акимата, бросили свое дело и накинулись на Жамбулата. Они сначала хотели Жамбулата затащить в здание. И, как мы потом понимаем, хотели внутри убить Жамбулата. А потом вот этот пазл у нас окончательно сложился, когда вышел из здания ДВД один из наших активистов, которого пытали там и пытались взять у него показания, что Жамбулат главный организатор всех этих событий, что он чуть ли не террорист. И тогда, когда его пытали, ему сказали, мы Жамбулата на площади убили, и все, свалим теперь на него. Поэтому ты ему уже не навредишь, он уже умер. Ты спасай себя, вали все на него, давай показания на Жамбулата. А его мы уже посмертно будем судить как главного организатора. То есть вы видели людей, которые сжигали, да? Как они выглядели? Они были в масках? В чем? Они были, все почти были в масках. Это были молодые люди крепкого телосложения. Это те, кто нападали на Жамбулата. И даже один тот факт, что те, кто сжигали этот акимат, ну, забросили свое дело и начали нападать на Жамбулата, доказывает, что сожгли-то акимат они сами. Там ничего не было видно, когда дым такой густой уже от дверей шел, и акимат, он весь уже горел почти. И как только мы чуть ближе подошли, кто-то из тех, кто был внутри и делал, ну, как бы сжигали акимат, один из них крикнул, как по команде «Мамай», они крикнули фамилию Жамбулата. И в тот момент появились ребята, они вышли изнутри. Почему я говорю, что это те, кто сжигали? Ну, просто люди же там не будут ходить в горящем здании, да? Как я уже сказала, президент Токая выступал на съезде учителей в честь Дня Учителя. Он там сказал про хиджабы, а вообще его речь звучала на фоне, как всегда, хардкорных новостей из школ. На этой неделе опять родители просили помощи, и над их ребенком первоклассникам совершили насилие сексуальное. В другой школе учительница треснула ученика головой об доску, потому что он ее не уважает. Даже если статистика говорит, что преступлений против детей стало меньше, а их стало меньше, а не больше, подобные инциденты производят сильное впечатление, отрицательное, разрушающее, пугающее. Видимо, поэтому даже в праздник на съезде учителей президент не обошел стороной проблему насилия. Мы выделили несколько тезисов из выступления президента, которое началось все-таки с мажорной ноты. Учителям повысили зарплаты, воспитателям тоже повысили зарплаты. За последние четыре года зарплата учителей выросла в два раза. А недавно подняли зарплату воспитателей детских садов на 30%. Стипендии студентам педагогических специальностей увеличены в два с половиной раза. В стране не хватает пять тысяч педагогов. Профильному министерству следует прекратить давление на преподавателей путем частого применения квалификационных требований. Учителя имеют право работать в спокойной, стабильной и предсказуемой атмосфере. Численность нашего населения приближается к 20 миллионам человек. Ежегодно рождается более 400 тысяч детей. Соответственно, растет число школьников. Ожидается, что общее количество учащихся увеличится в два раза. В ближайшие три года более миллиона подростков станут студентами. За годы независимости построено около 2300 школ. В течение двух лет во всех регионах и селах будут построены сотни учебных заведений. На незаконные доходы лиц, привлеченных за коррупцию, построено 13 школ. До конца года построят еще 33. Пока президент выступал перед учителями, преподавателями на съезде, преподаватели Казахского национального университета во главе со своим ректором в торжественной обстановке открыли аудиторию имени Токаева. Не Касымжо Марта, не пугайтесь, а Кемеля, Кемеля Токаева. Пока, во всяком случае. Кемель Токаев – это отец нашего президента. Он писатель, писатель советский. Я в детстве читала его книги, приключенческие романы, детективы. И обнаружила, что это вот, идентифицировала, что это он уже после того, как Токаев стал президентом. Даже удивилась. В этом году у него юбилей, 100 лет. Он работал в Казахском национальном университете несколько лет. И, казалось бы, ну, повод, в общем-то, есть. И кто-то может сказать, ну, что тут такого. Но у нас же есть травма культа личности в нашем обществе. И это уже не первый объект, который получает имя отца президента. В селе названа улица, еще что-то. Вот теперь аудитория. И я думаю, это не совсем правильные сигналы обществу. Столетие отметили на съезде писателей, там говорили что-то. Ну и все. Аудиторию можно было бы подождать до 150-летия, например. Казну стал ньюсмейкером не единожды на этой неделе. Также появилась информация, что его переносят в Кунаев. Вот в областной центр, что взорвало информационное пространство. Но потом Акимат это опроверг. Он сказал, это утка, никто казну, казгу переносить не собирается. Что бы я тут хотела сказать? Вот когда новость эта возникла, то посыпалась критика, что вот властям не нужны студенты, а вот это переносят. Зачем нам образование? Ну, конечно, если переносить университеты, то не казгу, не казну. Если уж какой университет имеет право находиться в Алматы, то это казахский национальный университет. Это флагман. Но вот остальные вообще после того, как Советский Союз распался, и система образования изменилась, появились новые университеты, институты. Все они, и крупные, и маленькие, они стремились в Алматы. Алматы переполнен вузами и, как следствие, студентами. В мире нет такой практики. Международная практика, что университеты, они создают свои кампусы. Причем не в центре какого-нибудь Нью-Йорка, да, а в каком-нибудь маленьком городке. Большинство вузов, все университеты находятся в кампусе, в маленьких городках, почти деревнях. Это вещь себе. Студенты не нужны большому городу, потому что они не платят налоги, они не налогоплательщики. А город не нужен студентам. Зачем? Я об этом говорю вот с тех пор, как пару лет назад появилась информация, что в Алматы собираются строить новые общежития, там, на 40 тысяч мест для студентов. Вы все равно никогда не охватите всех студентов общежитиями в Алматы, потому что в Алматы очень дорогая земля, очень дорогая аренда. Ну, какие застройщики будут строить общежития, и просто если квартиры тут стоят почти как на Манхэттене, какая себе стоимость будет у общежитий? Именно поэтому в том числе тоже обычно кампусы студенческие строят не в крупных городах. Вот там не на Манхэттене вдруг возводят общежития. Это как-то нерационально. Вот, но повторюсь, казну, конечно, он стоит, будет стоять. Благодаря отеческой заботе партии и правительства, всесторонней помощи и вниманию члена политбюро ЦК КПСС, первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Динмухамеда Ахмедовича Кунаева, КАЗГУ стал примером развития высшей школы республики. Это флагман советских времен, хотя, конечно, то, что с ним случилось, очень жаль, потому что за 30 лет он потерял свой бренд, который вообще-то сам по себе, он стоил миллиард, миллиард долларов, а может и больше, потому что это был первый, самый главный вуз нашей страны с очень высоким качеством, уровнем образования. А за 30 лет он превратился в какой-то сельский колледж. Вообще это очень жаль. И вообще у нас не ценят бренды, у нас с вузами всегда происходило так. Вот на КАЗГУ забили сразу же в 90-е, там все внимание было КИМЭПу, потом забросили КИМЭП, все внимание было там Евразийскому университету в Астане, потом забросили Евразийский, кто его помнит, стали там КБТУ, они все, конечно же, там в столицах, не в кампусах. Но самое главное, что нет какой-то преемственности, нет уважения к брендам. А сейчас мы стоим на пороге того, чтобы потерять вот ту жемчужину, которая была создана при первом президенте. Я про Назарбаев университеты, Назарбаев школы. По моей информации депутаты готовят какой-то новый закон, который изменит там финансирование. И вообще порядок правила внутри этих школ, университетов. Как говорят специалисты, если эти законы будут приняты, если этот план пройдет, эта система будет разрушена. Мы потеряем Назарбаев школы и Назарбаев университет. На самом деле с очень, с самым лучшим уровнем образования в Казахстане. Вот то, что было создано, это очень, это дорогого стоит. Еще при школах есть ведь центры педагогического мастерства. Назарбаев школы, их задача была экстраполировать свои знания, свою методику на другие школы. И у них в центрах повышения квалификации несравнимо выше знания, методика, которые они передают учителям. Все стремились туда. У министерства образования, там в Орлео, есть свои центры повышения квалификации. Они просто несравнимо хуже. И что хотят сейчас? Хотят унижь отобрать вот эти вот центры педагогического мастерства и передать министерству образования. Так если Минобразование не справлялся вот с теми центрами, если они такого плохого качества, зачем им отдавать те же мчужины, которые созданы, чтобы все стали равными? Вот непонятна цель. Переименуйте, переименуйте университеты, переименуйте школы. Такая проблема. В Кыргызстане застрелен вор в законе, единственный из среднеазиатов, Коля Киргиз, Камчи Кольбаев. Легендарная личность, сопоставимая, если брать в разрезе США, Скапоне, России с Япончиком, который и короновал Колю Киргиза. Он был непотопляем с 90-х годов, влиял на политику, на экономику. Его имя связывали с президентами страны. Кстати, много чего делал в Казахстане, на таможне. А недавно именно его люди, как считается, помогли бежать у Дибаев. И вот в Бишкеке, в ходе операции спецслужб, он был убит. При задержании оказал сопротивление и все. Почему я считаю это событие примечательным? В 2021 году, когда президент Кыргызстана Садыр Жапаров довольно сомнительным образом пришел к власти, я в своих социальных сетях написала, попомните сей день, к власти у соседей пришел Наполеончик. По прошествии времени могу сказать, что оказалась права, он являет себя усмирителем, но писала я скорее с негативным оттенком. Однако мнение свое поменяло. Почему? Прежние президенты Кыргызстана были коррумпированы очень сильно, но нерешительны, и в итоге все были снесены. Запара в тандеме с руководителем нацбезопасности Ташиевым, как говорят политические эксперты, проявляет решительность и волю, удивительную для Кыргызстана с его любовью к насильственным свержениям власти. И ничего. Рисковые шаги пока не стоили Жапарову того, за что предшественников давно бы уже вынесли ногами вперед из Белого дома. Не ставя оценки, что правильно, а что нет, давайте вспомним, что он сделал за два года своего президентства. Выгнал канадских инвесторов и национализировал золотое месторождение Кумтор, причем золото, добытое во время судебных споров, полностью досталось Кыргызстану. Решил старый приграничный вопрос Узбекистана и ратифицировал двусторонние соглашения. Без лишних сантиментов арестовал 30 активистов, которые протестовали против этого соглашения по демаркации границы и передачи соседям кемфир Аббатского водохранилища на условиях совместного пользования. Пересажал кучу журналистов и блогеров за время своего президентства, которые выступали с критикой и неугодными расследованиями. Осмелился заблокировать даже американо-кыргызский Азатык и популярный Клооп. Арестовал лидера главной оппозиционной партии, депутата и политического сторожила Мадумарова. И вот в среду вечером застрелил вора в законе всесильного и легендарного Колю Киргиза, которого другие президенты боялись даже посадить. Брали и отпускали с позором, брали и отпускали, а он давно представлял угрозу национальной безопасности. Еще раз повторю, ничего из вышеперечисленного предыдущие президенты делать не решались и даже не пытались. Проблемы бурно обсуждались в парламенте и на улице, но разговоры не сдвигали проблемы с мертвой точки. Границы ни с кем из соседей не определены, кроме казахов, а заикнись, начинаются протесты. Камчебек на воле и диктует свои условия депутатам и президентам. Золото у канадцев, условия кабальные. Единственное, на что хватало политической воли предшественников Жапарова, единственное, в чем они не шли на поводу общественного мнения, это системные хищения, кумовство и непотизм, клановость все лучшая, детям своим, разумеется, и тому подобное. В цифрах диктатура Жапарова выглядит следующим образом. Рост ВВП Кыргызстана в 2021 году его президентства поднялся до 6,2%, в 2022 до 7%, в этом году еще посмотрим. Теперь сравним. В 2020 году, правда, пандемийном, ВВП снижался, роста не было, на 8,4%, а до этого рост всегда составлял 4-5%, никогда не поднимался выше. В целом номинальный ВВП вырос с 500-600 миллиардов сумм до 700-900 миллиардов. Правда, была война с Таджикистаном, десятки убитых. Тут вопрос по границе еще предстоит решать, и, вероятно, не без боли для обеих сторон. За два года всего не охватишь, история президента Жапарова не закончилась и даже не на полпути. Но промежуточные итоги неудобные, они пока доказывают политологическую теорию или аксиому. В бедных странах демократии не бывает. Хочу обратить ваше внимание, буду делать это всегда, на наши выпуски, ролики, которые незаслуженно остались вне вашего внимания, потому что они очень важны, они нужны. Мы сделали репортаж про запреты. Точнее, про то, что запреты не работают, не путать с правилами. Вы знали, что в Казахстане кальян запрещен? Я, честно говоря, не знала до того, как мы занялись этой темой. Кальяны запрещены, но их везде курят открыто. Абсолютно везде. Мы это проверили на себе. Мы ходили по ресторанам, по барам, заказывали открыто. Единственное, что делается закрыто от государства, от властей, это оплата. То есть доход весь от кальянов ушел в серую зону. И так всегда происходит со всеми запретами. Запретите сигареты, они уйдут в контрабанду. Запретите алкоголь, они уйдут в подвалы, как это было в США. Все это в нашем ролике. Вы найдете доказательства, аргументы, факты. С вами была Орда, непобедимая Орда. Спасибо, что вы с нами. Подписывайтесь на нас, ставьте колокольчики. Субтитры создавал DimaTorzok